Сегодня я бы хотела поговорить на тему различных добавок, которые мы добавляем в уже растворенные краски или, скажем, краски, которые мы смешиваем с растворителями и добавляем для того, чтобы получить определенный эффект или избавиться от каких-то неприятных ситуаций, например, пузырьков воздуха, которые образуются в результате смешивания растворителя с красками. Так вот, если говорить о том, что можно добавлять и, как я уже упоминала в одном из видео, что когда-то добавляли обычный бензин, сейчас люди пробуют все, что не хочешь, и это далеко не все добавки, которые можно пользоваться. Самое интересное, что их не нужно много, их нужно буквально пару капель, и именно поэтому не нужно распыливаться на покупку всех известных добавок для жидкостного рисования, а обеспечить себя только всем таким, как бы необходимым в первую очередь и научиться пользоваться этим. Значит, мое открытие в том, что далеко не все существующие смеси растворителя с красками реагируют одинаково на вот эти добавки. То есть, все зависит также от химической реакции между растворителем и добавками. Один из популярных таких добавок, которые используют также профессиональные художники, это изопропиловый алкоголь, но 99,9% чистый алкоголь, хотя некоторые используют также 70% и, ну, то есть не чистый алкоголь. Однако, на самом деле алкоголя нужно очень мало. Это буквально несколько капель в контейнер, где вы размешиваете краски, потому что, ну, когда их добавляют алкоголь, например, когда растворяют краски, добавляются пузырьки, поэтому очень часто добавляют краски. Также алкоголь помогает получить, ну, в ряде случаев такие вот, скажем, круглые клеточки, вот эти, значит, cells, как мы говорим, и поэтому его можно также использовать. Но, если вы добавляете хотя бы каплю алкоголя в свою смесь красок, вы не можете использовать при этом фен или другой нагреватель для того, чтобы, ну, как бы подсушить немножко поверхность, чтобы открылись вот эти клеточки, как говорят художники, потому что ваша картина может загореться и, фактически, вы можете, это может привести к пожару на вашем рабочем месте. Поэтому большинство профессионалов рекомендуют не использовать алкоголь очень часто и особенно начинающим, и также не забывать, никогда не забывать о правилах безопасности. То есть, если вы используете алкоголь, на вашем столе не должно быть фена, ни при каких обстоятельствах. Другие добавки основаны на жирах, на жидких жирах и в том числе вот технических жирах, поэтому силикон это один из самых популярных таких добавок, который позволяет получать нам красивые, значит, вот эти такие различные узоры с кругами, с какими-то там клетками и какие силиконовые препараты используются чаще всего для жидкостного рисования. Самый, скажем, дешевый и довольно высокого качества это силиконовый вот этот спрей, который используется в автомобильной индустрии, вот, то есть можно купить в автомобильном магазине, это чистый силикон, он считается одним из лучших и в принципе для того, чтобы, ну, мы добавляем буквально один пшик в коробочку с растворителем, то есть контейнер с растворителем и его не нужно много и этой баночки хватает очень надолго. Но профессионалы дают предпочтение или готовым таким специальным силиконовым растворителем, ну, в общем, как бы жидкостной и мы добавляем обычно 2-3-4 капли в контейнер с краской, вот, и многие профессионалы пользуются очень дорогим, но высококачественным лубрикантом, тот же силикон для трейдмилов, то есть для поясов, вот этих трейдмилов, то есть, ну, велотреков и тому подобное, то, что используется в спортивном, как, ну, для спортивного оборудования. И это не дешевый, ну, скажем, лубрикант, его тоже нужно несколько капель или спрей. Но в реальности вы можете использоваться теми добавками, которые есть у вас дома, например, baby oil, довольно-таки распространенная добавка, и такой банки может хватить, я не знаю, на тысячу или больше картин, то есть в реальности нужно всего пару капель. Но также есть, например, жидкостное мыло с добавкой масла, вот, известная компания Murphy, это для чистки деревянных поверхностей, я использую его для мытья полов, периодически, вот, и его также можно использовать и для создания эффекта на своих полотнах. Это далеко не все, вы можете прочитать всюду, что можно мыла, например, жидкие использовать, различные шампуни и тому подобные. Шампуни желательно, чтобы там все-таки был, или это было, чтобы было жидкостное масло или различные другие добавки, которые могут приводить к изменению вашего рисунка. Но вы никогда не знаете, как в реальности прореагируют вот эти краски, вот эта смесь красок на вашем полотне. С этими растворителями, с этими добавками можно использовать как раз вот этот хитинган, то есть можно тепло и обычно его сразу же используют, как только вылили краски для того, чтобы открыть немножечко поверхность и чтобы эти клеточки начали расти. И, еще раз повторю, алкоголь, он не должен использоваться с какими-то нагревательными приспособлениями. Вот, пожалуй, на этом все. Это как бы основа основ, а вы можете пробовать использовать очень многие добавки на ваше усмотрение. Как и что получится, мы никогда не знаем. То есть пока не проэкспериментируешь, то не знаешь. Продолжение следует...